В нашей стране есть целая индустрия наемных очернителей, людей, которым платят могущественные корпорации за очернение других людей во имя гражданских свобод. Джонатан Гринблот из антидеформационной лиги живет этим и весьма неплохо, да и NAACP этим занимается. И мы это не придумываем. Мы сейчас поговорим с тем, кто с этим непосредственно знаком, Калли Минс. В свое время Калли Минс консультировал компанию Кока-Кола. Его задачей было убедиться, что не будет налогов на сахар и этот напиток, который был включен в продовольственные карточки, чтобы у бедняков его было достаточно, а вы бы платили за это. Калли Минс утверждает, что Кока-Кола платила NAACP и другим группам за гражданские права, чтобы они представили противников этого. Как расистов. О, ты расист, ну ладно. Так все и было. Калли Минс, соучредитель Тру Мэдисон и разоблачитель. Он присоединяется сегодня к нам. Калли Минс, спасибо огромное, что пришли. Вы, по сути, подтверждаете наиболее циничное предположение, что это все заказуха, что большие корпорации используют эти группы, людей типа Гринблота из ADL и NAACP, чтобы насолить своим противникам по бизнесу. Вы об этом говорите? Такер, в их внутренней методичке есть три пункта, при помощи которых Кола и многие другие ломают систему. Первое, о котором вы говорили, это использование этих групп за гражданские права, и в случае Колы и карточек это была NAACP. И что поражает, что все это взаимовыгодно, они говорят то, что нужно. Кола, в случае с NAACP, дает миллионы долларов, чтобы NAACP называла противников, в данном случае родителей, обеспокоенных, что их дети потребляют в сто раз больше сахара, чем сто лет назад. Называла их расистами, и этим прекращала обсуждение. Вторая часть плана, и это в обеих партиях, это Heritage Foundation и другие центры консерваторов, и у меня большой опыт с Heritage Foundation. И я хочу сказать, что выгодная корпорация исследования в Heritage Foundation так же легко, как пойти в Макдональдс и заказать Биг Мак. И третий, и наиболее важный, это исследовательские институты. Я думаю, важно указать, что Кола и производители готовой еды тратят в 11 раз больше на исследование питания, чем NIH. И побывав там, я могу сказать вам, что это делается не из-за филантропических побуждений, они ожидают кое-что взамен, и то, что они получают, это экспертное исследование из элитных институтов, говорящие, что сахар не вызывает ожирения. И жертвы здесь дети. Да, конечно, как и все мы. Мне просто уровень коррупции невообразим и заслуживает отдельного разговора, на который сейчас нет времени. Мне просто интересно, многие знают то, о чем вы говорите, а вы единственный, кто говорит об этом вслух. Зачем вам это? И, кстати, спасибо. Если честно, да, спасибо, Такер, я буду честен. Я думаю о моем младшем сыне Рорке и мире, в который он попадет. Он попадет в мир, где у 25% молодежи преддиабет, который раньше назывался приобретенным диабетом. Где у 50% взрослых преддиабет или диабет. Где численность сперматозоидов у мужчин рухнула на 50%. Где мы, по нарастающей, становимся все больнее, жирнее, бесплоднее и подавленнее. Это все из-за еды. Это из-за неработающей системы. Это из-за этих тактик. И это проблема, где и левые, и правые должны быть сообща. Мы уничтожаем бесценный человеческий капитал нашей страны. И это из-за питания. Из-за еды, которую едим, доступа к медицине, которые направлены на то, чтобы мы были больными и зависимыми как можно дольше, ибо так они зарабатывают деньги. Да. И враньем. Все по наклонной. И подкреплять все это цитированием Эдмунда Петуса Бриджа или какого-нибудь фейкового исследования. Это и правда выбешивает. Я благодарю вас, Кайли Минтс. Спасибо. Спасибо, Такер. Субтитры сделал DimaTorzok